В середине мая сотрудники Управления внутренних дел по Ленинскому городскому округу и представители общественного совета подвели итоги конкурса «Полицейский дядя Степа». Тогда жюри отобрало три лучших работы из всего числа участников. Работы действительно все очень замечательные. Я отметил две работы. Спасибо детям, что участвуют в конкурсе и рады видеть участие их в новых конкурсах. На днях в актовом зале у МВД состоялось торжественное награждение победителей. Благодаря спонсорской поддержке вручить памятные подарки удалось всем участникам конкурса. Удачно провели конкурс, ежегодный конкурс, который проводится по инициативе министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева, где традиционно наши дети, ваши дети принимают участие. Свои работы участники представили в разных техниках. Карандаш, акварель, пластилин. Все подделки красочные и рассказывают о службе сотрудников полиции. Я делала подделку из пластилина. Мне очень понравился этот конкурс. Будешь еще участвовать? Да, я хочу еще участвовать. Малышка Варя сделала подделку из бумаги. Говорит, занятие не из простых, но очень увлекательное. Мама девочки рада, что в нашем округе есть такие конкурсы, которые способствуют развитию творческого потенциала у детей. Для них это очень важно, потому что, во-первых, они творчески к этому подходят. Это развитие их умышления. Это, опять же, руки. Им это интересно, им это очень нравится. Конкурс «Полицейский дядя Степа» проходит в три этапа. Работы победителей Ленинского округа будут представлены на региональном уровне. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ.